Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июля, и вот все томаты мои наконец-то высажены. Правда, там не все я еще привязала, которые по заколокам. Но уже можно пройтись вот по всему томатному полю и выделить те томаты, которые не совсем обычные, которые отличаются от других своим внешним видом, таким как бы, ну, на фоне других томатов, они кажутся диковинными. Именно вот о таких томатах я сейчас хочу рассказать прям коротко-коротко. Самый первый из необычных томатов, конечно, сорт шахерезада. Видите, на фоне других, другой зелени, других сортов, он выглядит, ну, как, отличительно, необычный. Вот его эта лохматость, особенно в этом периоде, когда он еще молоденький такой, сильно поражает. Она, если, не знаю, вам передаст камера или нет, если вот так вот в солнечную погоду подойдешь и смотришь на него, он весь искрится, он такой, как бы, непонятно, ини-ини-ини, пух-ни-пух, но что-то сказочное точно есть в этом внешнем виде этого томата. Называется он шахерезада. И я каждый год не только сама выхожу, любуюсь в это время, особенно когда цветы, где вот, видите, вот эти вот кисточки, там пух сплошной, цыплята какие-то. Я не только сама любуюсь, но и показываю всем своим зрителям, потому что не у всех есть этот томат. Кто-то вообще ни разу не слышал о нем. Сейчас я расскажу вкратце. Конечно, вкус, ничего необычного нет. И, как сказать, из томата ананас никогда не сделаешь, каким бы красивым он ни был, но вкус у него все равно томатный. Но внешний вид, вот этот томат называют томатным персиком. Потому что не только вот эти вот цветочки, листочки, стебельки лохматенькие. Эта же лохматость будет присутствовать и на плодах. Там вот есть мизоплод, сейчас я не знаю, проберусь к нему или нет. Он очень низко. Вообще вот этот необычайно интересный, он, сорт это крупноплодный, это не мелочь. Он с красивыми бархатистыми и листьями, и стеблями, и плодами. Он ярко выделяется на фоне других. И я его высаживаю, можно сказать, из-за красоты, потому что он необычайно красив. Он очень красив. И даже вот эти томатные персики, когда сорвешь, ну вот можно, это правда имитация персиков. Они и размер персика, и цвет похож, и лохматость похожи. Он детерминатный, не очень высоко, он удобный в уходе. Вот вырастает метр. Сейчас еще немножко вот досюда, наверное, подрастет, больше он не будет расти. Плоды вот такие цилиндрические, с носиком, ну именно в форме персика. Они и напоминают персик, и называют его в народе томатным персиком. Что еще? Вес 200-300 грамм. Как я уже говорила, это не мелкоплодные. И причем здесь тоже очень зависит, если бы выращивать в один стебель, то они получаются крупнее. Но я веду иногда и в 2, иногда и в 3 стебля, потому что он невысокий, он детерминатный. И я его, так, это не тот сорт, который вам даст рекордно крупный плод, например, 500 или 700 грамм. Так что я его не ограничиваю в 1 стебель, он и так невысокий. В 2-3 стебля веду. И без посынкования он мельчает. Все-таки посынковать его надо. Он среднеспелый и подходит и для цельноплодного консервирования, и для свежего употребления. Сорт универсальный, можно вырастить и в теплице, и в открытом грунте. Сейчас покажу вам маленькие персики. Ой, ой, какие они! Сейчас, подождите. Пищать не буду, это некрасиво. Смотрите, какие персички маленькие. Вот это юные персики. Они такие бархатистые, бархатистые. Но потом они, конечно, увеличатся в размере, и они приобретут цвет, соответствующий персикам. Покажу позже. Но сейчас я вам показала просто для общего кругозора, что есть такие сорта лохматые, которые лохматые не только плоды, но потом уже цветов не будет возможности показать. И цветы, и листья, и стебли. Но не красота ли? Я его называю волшебный томат. Вот, ну точно, шахерезада. Сказочный, тысяча и одна ночь. Все, до свидания. Вот это шахерезада. Многие уже у меня в прошлом году, в позапрошлом брали семена, и у кого-то вот это шахерезада уже в этом году поспела. Но у меня еще нет. Персики формируются. Но я буду ждать. Все равно они поспеют. Продолжение следует...